Как питаться при мастопатии и при мастодении, когда мастопатии вроде бы не ставят, а боли в молочных железах, по крайней мере, во вторую фазу менструального цикла присутствуют. С вами Елена Алексюк, врач современной восточной медицины, специалист по женскому здоровью, эксперт федеральных СМИ. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Итак, что полезно для здоровья молочных желез? Какое питание? Естественно, это желательно так называемые чистые цельные продукты. То есть не когда вы купили магазинные пельмени, полуфабрикаты, фарш какой-то, из него котлеты делаете, не какая-то еда магазинная. То есть вы купили продукты и из них что-то сделали, сготовили сами. Это вот самый хороший вариант для здоровья молочных желез. Дальше это, конечно же, достаточное количество цитрусовых, это ягоды и в целом достаточно приличное количество клетчатки. Поэтому если вы всё время едите макароны или картошку фри или же рис, но не едите достаточное количество овощей листовых или овощей не крахмалистых и не едите зелень, это не очень хорошая история. Следующий момент это то, что мы сокращаем употребление кофе, шоколада. Сокращаем достаточно резко употребление кисломолочной продукции при мастопатии и, конечно же, убираем фастфуд, убираем какие-то сладости магазинные, где могут содержаться транжиры чизкейки, румбабы, круассаны, вафли, конфеты, сырковой массы сладкие и так далее и тому подобное. Мороженое тоже достаточно часто попадается транжиры. Это, конечно же, плавленые сырки и, конечно, всякие неполезные продукты, такие как чипсы, сладкие газировки и рафинированные продукты и каши, которые быстро готовятся. Не которые вы сами сварили, а которые надо залить кипяточком и размешать. Ну и, конечно же, мы немножко ограничиваем красное мясо, то есть не едим его каждый день, достаточно двух раз в неделю. И в целом стараемся меньше жарить, меньше всяких соусов, майонеза, кетчупы не используем. И больше запекаем, тушим, отвариваем или готовим в мультиварке. Ну и, естественно, кто курит или употребляет алкоголь, здесь тоже, конечно, нужно подумать о серьезном ограничении или, в общем-то, уйти от этих вредных привычек. Ну и самое важное, не забывайте пить достаточное количество чистой воды и питаться еще и по сезону, потому что если вы будете зимой кушать большое количество свежих овощей в виде салатов или большое количество тропических фруктов, это будет ухудшать работу вашего пищеварения, соответственно, будут неправильно формироваться ткани из-за того, что накапливаются продукты неполного метаболизма, будут забиваться, в кавычках, каналы, сосуды, будет видоизменяться соединительная ткань и, конечно же, это будет нарушать работу всех систем и органов. Ну и я напоминаю, что работа молочных желез очень сильно зависит от содержания йода в рационе, в йододефицитных рационах чаще бывает мастопатия. Очень сильно связано это с гормональными дисбалансами в виде дефицита, например, прогестерона или скачков эстрогена, или это проблемы с печенью, например, с цитохромом P450 и неправильно идёт метаболизирование эстрогенов. Это может быть лишний вес и тогда очень активно фермент ароматаза, который тестостерон может переводить в эстроген и поддерживать его, в общем-то, относительно высокий фон. И, конечно же, это стрессы. И также есть очень много методов в нашей восточной медицине, которые позволяют, правильно ухаживая за молочными железами, правильно с ними обращаясь и принимая определённые фитоформулы, поддерживать их здоровье всю жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...